Профессиональный спорт состоит не только из упорных тренировок, ответственных соревнований, выстраданных побед и опустошающих поражений. В нем тоже есть место юмору и курьезным ситуациям, без которых все было бы уж слишком серьезно. О том, какие забавные казусы происходят в биатлоне и как к ним относятся спортсмены, сюжет Александра Чеглакова. В спорте довольно часто происходят смешные моменты, которые становятся предметами для обсуждения. Футбол ими, конечно, славится больше всех. В биатлоне подобное случается редко, но когда случается, то без внимания тоже не остается. То Эдуард Латыпов перепутает финишный створ. Створы перепутал? Ну что ж ты за балда? Латыпов, куда ты прибежал? То Дарья Домрачева стреляет из положения стоя во время лежки. Но на последнем этапе Кубка России по биатлону произошла более неординарная история. Ее главная героиня – призер Олимпиады в Пекине Ирина Казакевич. На самом деле, да, я бежала вот в этом черном костюме. Здесь сегодня очень тщательно проверяли аккредитации. Я разминаюсь в стартовом городке, она бежит женщина и кричит мне – молодой человек, молодой человек. Я оборачиваюсь, она мне говорит – вам нельзя здесь находиться. И я говорю – я участник соревнований, я думаю, эта девушка сделала мой день сегодня, повеселила меня. Конечно, сложно распознать кого-то, тем более мы все одеваемся, утепляемся. Нет никаких претензий, но это очень смешная ситуация. Вообще контролеры в «Жемчужине Сибири» через чур ответственно подходили к делу. Даже если у тебя есть аккредитация, но нет специальной манишки, то дресс-код не пройдешь. Да что говорить, даже чемпиона мира Антона Бабикова хотели выгнать из зоны для спортсменов. Только потому, что у него не было специального жилета. Ну, достаточно строгие правила, и они зачастую расходятся с правилами на международных соревнованиях. Я не знал, что кроме аккредитации нужна манишка, может, там еще какие-то особенные носки, шапка, там еще что-нибудь такое. Но виноват, видимо, не изучил правила до конца. Под зоркий глаз контролеров попадал и Дмитрий Губерниев. Правда, там власть контролеров подавилась мощным авторитетом голоса биатлона. А олимпийскую чемпионку Луизу Носкову не хотели пускать в зону СМИ на стрельбище. Дескать, для почетных гостей выделена территория рядом. Оттуда выгоняли уже журналистов. Наденьте вашу манишку. Пожалуй, это самые популярные слова здесь, на жемчужине Сибири. Ой, кстати, нам здесь по зонам аккредитации нельзя находиться. Вот теперь все нормально. Мы, кстати, решили поинтересоваться у биатлонистов, какие еще курьезы с ними случались. У меня на Кубке мира судьи по своему, наверное, незнанию какому-то, когда меня обогнала Терелеков на французском этапе в гонке и преследовании, она меня обогнала на круг и меня сняли. Хотя у меня была такая ситуация, что на стрельбище случился курьезный момент, где не была открыта установка. И, по сути, мне должны были отнять время, мое время штрафных кругов. Выходя на старт, я шел без винтовки и уже, когда подходил к старту, судьи говорили, а винтовка где? Я такой, оп, забывал. Я выхожу на старт, понимаю, что лыж у меня нет гоночных. То есть, и вот по рации передали, что у меня нет лыж, а там далеко достаточно до ваксов. Я в вакс побежал, у меня на стрельби тоже бежали, лыжи взял. И вот уже стартовый городок открылся. На 15 секунд опоздав, я стартанул и выиграл гонку при этом еще. Сейчас каждый раз практически, когда я выхожу на старт, на желтом номере нет цифры. И каждый раз судьи у меня спрашивают, ты кто? Почему на тебе нет номера? И что ты делаешь? Приходится как бы им объяснять каждый раз, что на этом номере не бывает цифр. Было такое, что мне перед стартом судья на маркировке оружия сказал, что у меня нечищено оружие, так нельзя. Ну, то есть, он просто это свое мнение высказывал. Но нельзя, конечно, так, ну, нельзя ничего спортсменам говорить перед стартом. Это, я думаю, было несколько непрофессионально. Не, ну, это, конечно, похвально, что Ирину переподали с мужчиной, потому что Ирина очень сильная фигура, и она очень сильная женщина, так скажем. А у меня, ну, бывают всяческие моменты, потому что, когда ты находишься в фокусе перед гонкой, ты можешь забыть и палки, и не зарядить обоим. Не припомню, честно. То есть, ты никогда ничего не забывала? Ну, в смысле, на стартом или что-то? Нет, не забывала. Вообще никогда? Вообще никогда. Ты ответственная? Конечно. От себя пожелаем биатлонистам, чтобы таких ситуаций с ними происходило меньше. Но даже если что-то подобное случится, то нужно отнестись с юмором, как Ирина Козакевич.